Добрый вечер. Мы начинаем прямые эфиры. Подряд будет четыре прямых эфира. И первый из них с участием двух специалистов. Юрия Дмитриевича Вербы, специалиста по береговому укреплению, известного специалиста по береговому укреплению, много лет занимающийся этим вопросом. И Влада Болинского, организатора движения «Зеленый лист». Да? Правда? Да. И, конечно, пойдет речь о берегах нашего города. Но наши телезрители прекрасно знают, что только появляется солнышко, недавно было, буквально позавчера, 22 градуса тепла, как мы начинаем говорить о берегах, о пляжах, о берегах, о набережных, о домах, которые собираются строить или уже построили на берегах. Ну и обо всех проблемах, которые сегодня у нас из года в год переходят в связи с этой темой. Итак, Юрий Дмитриевич, Юрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, сегодня, между прочим, буквально несколько минут назад, можно я скажу, что вас обыкрали машину? Да, ну, я могу сказать. Какой-то отношение к берегам имеет. Да, неважно. Буквально несколько минут назад, когда Юрий Дмитриевич собирался к нам ехать на улице, это Арджоникидзе, а теперь это как? Разумовска. Это не Разумовска, это парк, где стоит этот танк на испуг. Ну, все знают, где стоит танк на испуг. Да, танк на испуг, это было Чкалово, продолжение Арджоникидзе, сейчас не Разумовска, по-моему, но неважно. Из машины, разбив стекло, украли все, что там было, насколько я понял. И поэтому Юрий Дмитриевич сейчас борется с плохим настроением. Мы сейчас постараемся поднять его, но если кто что-то видел, то сообщите, пожалуйста, в милицию по поводу того, что вы видели. Украли там магнитофон, украли навигатор. В общем, обычный набор приборов из автомобиля был украден. Итак, после этого не очень веселого начала, мы говорим о берегах. Сегодня, вернее, буквально вчера или позавчера, разрушают, или, может быть, по-другому это можно назвать, ротонду, которая, я не знаю, насколько она украшала берега нашего города в Аркадии. Это круглая такая веранда, которая существовала там много-много десятилетий. Ее демонтируют, и на ее месте собираются что-то там строить. И это процесс, который ни с кем, по-моему, не обсуждался, и который так продолжает себе происходить на наших берегах. Что с нашими берегами, скажите, пожалуйста? Вот сегодня, сегодня состояние нашего берега. Ну, с точки зрения природы, все нормально. Она занимается своей работой. Ее трогать не надо. Но с точки зрения человека, наши берега были больны. Они нуждались, так скажем, в укреплении. И их в свое время просто недолечили. И лечили во многом неправильно. Сделали кучу, большую кучу ошибок. Вся наша берегозащита, она, по сути дела, это нагромождение ошибок. Вот эти ошибки со временем, естественно, дают о себе знать. И нужно заниматься реконструкцией берегозащиты. Много лет я и другие специалисты добивались городских властей того, что этим надо заниматься. И что эта проблема не городская, это проблема всеукраинская. Потому что в свое время... Когда-то, Юрий Дмитриевич, Советский Союз, извините, финансировал берегу. Совершенно верно. Из центрального бюджета. Да, из центрального бюджета. Это не проблема города. Это проблема действительно... А приезжать отдыхает сюда вся Украина. Я уже не говорю про заграницу. Поэтому этим должна заниматься государство. Но государство как-то самоустраняется. И все, вот предыдущие, буквально все руководители города на эту проблему не обращали внимания. И занимались отписками, и отнекивались. Вот только сейчас удается что-то сделать. Мы закончили разработку ТЭО по Черноморке. Мы начали, уже продвинулись серьезно в вопросе разработки концепции, реконструкции всего побережья, всей берегозащиты города. В частности, в Аркадии будет создан муниципальный пляж. Там, где то место, где так называемые усы, возле буны, и где не удавалось создавать пляж, и завозили щебенку, и песок все это вымывалось. Вот на этом месте создадим шикарный песчаный пляж. И это будет продолжаться по всему берегу, постепенно, по мере возможностей. Естественно, мэрия собирается выходить на Киев, чтобы это как-то финансировать с центральным бюджетом, тем более с утратой временной Крыма. У нас ожидается, в прошлом году было полтора миллиона туристов, а в этом году, ну, можно плевать и там стучать по дереву, но, судя по всему, у нас будет еще больше. Да, и поэтому этим надо заниматься. Тем более, что кроме благоустройства, разрушения берегозащитных сооружений, ну, естественно, грозит и дальнейшим разрушением побережья, и гораздо большими затратами, чем сейчас, если сделать вовремя реконструкцию. Итак, Юрий Дмитриевич и Влад, ответьте мне, пожалуйста, каждый на вопрос. Я понимаю, мы говорили до передачи о том, что сегодня не существует некого генерального плана застройки наших берегов. Да, его просто нет. Ну, ладно, нет уже и нет. Что мы будем плакать по этому поводу? Но сегодня наши берега не имеют никаких определенных целей. Это не рекреационная зона, потому что рекреации там уже как бы и нет, по большому счету. Это жилая, наверное, можно назвать в какой-то мере зона, потому что там строятся просто высотки. А сейчас планируется еще построить на восьмой станции чуть ли не 32-этажные дома. И коттеджи у самой воды. И коттеджи у самой воды. Там не спортивные, потому что спортивных, прямо скажем, каких-то площадок там очень мало, их нет. С точки зрения пляжа, когда вы сказали, что будет шикарный пляж, как говорили, у нас в Одессе любят это слово, шикарный пляж в Аркадии, то этого действительно мало для, это единственный муниципальный пляж, который будет существовать, судя по всему. Ну, может быть, еще в Белонжероне, да, или Лузановка. И, по большому счету, это мало для такого города, как Одесса. Так что же нам специализация этого замечательного побережья, участка? Что? К чему мы стремимся? К застройке, к рекреационной зоне, к зоне для купания и пляжей, для развлечений. Там же достаточно большое количество ночных клубов, как вы сами знаете, которые гремят, ну, не с утра. С утра они не гремят, они гремят до утра, а гремят с вечера. Итак, что это? Что мы хотим в результате получить для туристов, для себя? Как сочетать свои интересы и интересы туристов, чтобы они нам не сильно надоедали? И мы не сильно жалились по поводу того, что они приезжают и в большом количестве гуляют до утра? Что, в общем-то, естественно, человек имеет право отдыхать столько, сколько он хочет, в конце концов. И оставлять деньги в нашем городе просто святое дело. Итак, что? Ну, я вот хотел бы дополнить, ну, дополнить или чуть возразить Юрия по поводу того, что вот Юрий говорил, что это большое нагромождение ошибок, вся наша вот система берегозащиты. Ну, в принципе, все познается в сравнении. У нас есть в Одессе и был участок берега, который от Лонжерона до мыса Большой Фонтан, который был защищен таким образом. И участок, который не был защищен, это от мыса Большого Фонтан по Черноморку. И, как известно, как раз вот этот участок, он, там достаточно серьезные процессы оползневые происходили на протяжении всего этого времени. Здесь вот эта часть тоже достаточно сложная система. Нельзя говорить, что это только гидротехнические сооружения. Это и дренажные сооружения, которые, в общем-то, и берег-то разный. Каждый участок берега, он характеризуется, ну, своими какими-то... Но каждый участок берега, наверное, имеет свою особенность, которые не учтены при проектировании. Конечно. Поэтому вот, если, допустим, мы берем в целом побережье Одессы, то и говорим о гидроинженерных сооружениях, да, это буны, траверсы и так далее. Это обсуждается отдельно, это то, что, скажем, примыкает к зоне, пляжной зоне непосредственно. А если мы говорим о склонах, допустим, о тех склонах, каких мы видим, вот те склоны, которые в районе трассы здоровья и так далее, вот то, что мы называем парк юбилейный. Это часть, которая, в общем-то, точно так же, мы их не видим, эти сооружения, но они и есть. Это водосборные лотки, это дренажная система, это штольни, это очень дорогостоящие сооружения. И, ну, скажем так, сейчас никто не скажет, что их роль можно свести на нет, они очень важны. И за ними точно так же надо смотреть, поэтому к побережью необходимо, это вот такой вот комплекс. Но не говоря уже о том, что верхняя часть, это вообще историческая часть, да, примыкающая к французскому бульвару. В общем, я хотел спросить у Юрия Дмитриевича, как у специалиста, научного специалиста. Скажите, пожалуйста, Гагаринская плата может вынести это огромное количество высоток, которые там начали появляться? Вернее, закончили уже, по-моему, появляться. Нет. Это очень распространенное вот такое мнение среди одесситов, что вот эти высотки строят, они нагружают склон, они обязательно поползут там и так далее. Я вам, как специалист, скажу, что я не вижу ни одного здания, у которого есть хоть малейший шанс поползти. И тем более грунта под ним. Дело в том, что они не нагружают склон, они своими сваями опираются на гораздо более глубокие слои грунта и на само плато, которое лежит там выше верхней части, они нагрузку не оказывают практически. Нагрузку оказывают утечки водонесущих коммуникаций, отсутствие там дренажа, допустим, плохо работающих, дренаж и так далее. Ну, в наших реалиях это то, что есть. Но, но, какими-то серьезными оползнями пока и не пахнет. То есть, естественного оползня там быть не может? Нет. А вот искусственные... Спровоцировать, да. Но это нужно очень сильно постараться, чтобы спровоцировать этот оползень. Какие-то микроскопические подвижки, незначительные подвижки, они идут, они всегда шли. Начиная от самого первого, так скажем, года производства противоползневых работ, склон не останавливался ни на один год. Раньше велись наблюдения регулярные, по створам нивелировочным, так называемым. И есть эта информация в архивах о том, что постоянно шли подвижки и вертикальные, и горизонтальные. И просто в свое время не дорезали, так скажем, склон. Совершенно ошибочно эта срезка считалась потерей территории. Ее отчуждали у собственников наверху. Они поэтому боролись и упирались, не давали срезать. А если бы им говорили, что вот мы срезаем и положим, все укрепим, и эта территория будет ваша, вот эти склоны. Тогда бы не было этого сопротивления, можно было бы гораздо больше среза, сделать склоны более пологими, более удобными для прогулок и так далее. Это не было сделано. Я хочу поправить или объяснить Владу, что я же не говорю, что эти работы ничего не дали, что они только из ошибок состоят. Нет. Естественно, свою функцию они выполнили. Больше или меньше степени на разных участках. Но ошибок было совершено огромное количество. Дело в том, что на момент начала проектирования этих сооружений в Одессе не было специалистов именно по берегозащите. Были геологи-специалисты хорошие, были гидрологи, были гидротехники, были архитекторы. Но то, что он за границей называется костал инженер, то есть специалист именно по берегу, который владел одновременно всеми специальностями. Он был и гидротехник, и гидробиолог, и гидролог, и океанолог, и гидротехник, строитель и так далее. У нас таких специалистов не было. И Советский Союз в этих вопросах шел по старым граблям. Ну понятно. Понятно. При этом при всем. Советский Союз создал берегово-укрепительные работы, вернее, сделал берегово-укрепительные работы на Одесском побережье на, ну я не знаю, на миллиарды, по-моему, рублей. Одни из самых дорогих в мире, в общем-то. Одни из самых дорогих. Одни из самых дорогих. Одни из 4,5-5 миллионов рублей, тех обходился километр. Ну, действительно, суммы... Миллиардов не дошли, но десятки миллионов были потрачены. И это рубли, которые были... Да, и сразу же начинались переделки. Как вы помните, 74 копейки стоит доллар. Вы, по-моему, там не 76 копейки. Ну вот, допустим, я хотел сказать сразу по поводу того, что, ну, Одесситы, ну, не все Одесситы, допустим, считают, что нагружается склон именно массой, да, здания. Сейчас дома строят из пенобетона, они, в общем-то, достаточно легкие конструкции. Как раз речь идет о вот этих вот техногенных водах. И ведь преображается сама структура, ну, поверхность, допустим, поверхность почвы. Если это, допустим, асфальт, он, должны, соответственно, быть разработаны ливневые системы водосборные. Они должны, естественно, куда-то, все эти воды должны куда-то выходить. И все это, это комплекс гидротехнический, естественно, он же сейчас абсолютно не соблюдается. Все то, что строится. Его просто, судя по всему, нет. Его нет. Более того, если взять вообще инфраструктурный комплекс, у нас как принято вот сейчас строить? Это просто детальный план территории, разработка. Это черный ящик. Вот куда-то дорога ушла, и откуда-то она пришла. И все, никто же не смотрит, что она упирается. Между прочим, этот вопрос, вот эта проблема, она имеет несколько другую сторону. Вот мы говорили, там, Гагаринская плата или другие какие-то, это уже комплексы, жилые комплексы. Это не просто один, два, три дома, это жилые комплексы. А коммуникации туда подведены другие, или это те же коммуникации, на которых стояли вот эти хибары или не хибары, дачи. В конце концов, корпуса, даже санатории. Но эти же корпуса сегодня, по сравнению с отельными домами, выглядели как избушки на курьих ножках. Ну, мы знаем, что коммуникации перегружены, что не все учитывается. Это, по-моему, тут даже обсуждать, мне что-то все об этом знают. И это не грозит ничем? Кроме того, что будет подниматься всякая дрянь, простите, в коробе. Грозят только утечки из этих коммуникаций. С одной точки зрения, чем уже трубы всякие, тем лучше. Меньше поступает, меньше воды, так скажем, меньше водонесущих коммуникаций. Вот так это называется. А с другой стороны, все дело в утечках. Юрий Дмитриевич, Одесская мэрия, депутатский корпус, последние дни, месяцы, говорят о том, что собираются организовать, построить, продлить некий бульвар от города практически до 16, до Большого фонтана, до 16 станции. Насколько это реально? И каким образом это сделать, если там по дороге уже столько построено? Ну, практически готова проектная документация. И уже начали укладывать плитку, вот бульвар от Лонжерона до яхт-клуба. Ну, это приличное расстояние. Да, да. Это до отрага, будем так называть. Да, он согласован, он уже реализуется, так скажем. Ну, а дальше будем, дальше посмотрим. А как же пройти от Аркадии до 16 станции, если там существует пьех-клуб на 9 станции, где существует стадион уже Академии МГУ, где существует замок Гарри Поттера, который всем уже, да, бельбов. Ну, я вам скажу, что мэр настроен очень категорично, очень твердо на то, что эта зона должна быть проходная, без всяких заборов, без всяких частных территорий, которые мешают проходить и так далее. А там даже между Аркадией и 8 станцией стоит дом прямо вот на берегу, который внушает такой ужас, честно говоря, потому что несколько так. Ну, вы понимаете, надо понимать, к сожалению, многие одесситаты не понимают, что мэр это не всесильный бог в Одессе. Поэтому что-то в его силах, что-то в силах мэрии, что-то пока не под силу. Ну, а депутатский корпус, я насколько понимаю, доверяя делам достаточно, ну, серьезно представлено. Вот общественно спрашивают. Вот, там порядка 24 или 24, ну, то есть это большинство депутатское. Я не имею никакого отношения к партийной группе, никогда не был членом ни одной партии. А вы говорите о влиятельности мэра. Я считаю, что наш мэр достаточно влиятельный человек. И такие вещи, как, допустим, программа озеленения города, вот генеральная программа, да, вот как генеральный план, в его силах инициировать такую программу, ее принятие, по крайней мере. Потому что она бы включала, да, и развитие, и определение в границах парковой зоны, в том числе и побережья. В какой-то степени это бы решалось. По крайней мере, мы бы могли избежать строительства на, собственно, этих дренажных сооружениях. И точно так же, вот мы говорили, 10 лет, да, разрабатывался генеральный план Одессы. И он с такой успешностью принимался, и, как оказалось, только лишь для того, чтобы потом в него вносить в виде вот этих ДПТ изменения, для того, чтобы можно было, ну, фактически заниматься застройкой территории с отступлением таким же. Поэтому вот, если мы, вы спрашивали, мы говорили о том, чтобы был какой-то план развития, инженерного развития, да, вообще, и развития туристического, вот рекреационной этой зоны побережья, а у меня, вот, если с аналогией генерального плана Одессы, я боюсь, что он будет принят только для того, чтобы вносить изменения в дальнейшем в этот план, понимаете? То есть, вот, если мы возьмем центральный парк, да, центральный парк в Нью-Йорке, это же надо было сначала поднять эту стоимость, там, сейчас стоимость этой земли, по-моему, определяют, как там, 530 миллиардов. Да, вот представьте себе... Ну, я видел этот снимок с дрона, когда квадрат зелени вокруг... Да, вот представьте себе, что у нас в Одессе вдруг мы создали вот такие вот правила игры, по которым вдруг эта стоимость земли начала расти, 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 и вот просто интересно, на каком этапе, на какой стоимости вдруг, ну, не удержались, взяли и, эх, порезали это, да, представляете? А люди не хотят, именно поэтому не хотят определять эти скверы, потому что на сегодняшний день, я просто не знаю, как инженерные, гидротехнические вот эти сооружения, дренажные, как они могут удержать. Ведь существует мораторий на застройку двухкилометровой зоны, да, уже? Ну, и тем не менее, какой? Нет, ну, это было принято, это была глупость, которая, опять же, по инициативе людей не совсем грамотных, была объявлена двухкилометровая зона, она вообще к ползанию не имеет отношения. В любом случае, в наших реалиях лучше иметь двухкилометровую зону, чтобы хотя бы в 500 метрах не стоить. Это было выгодно чиновникам, чтобы, опять же, заниматься голосованием, продавать и так далее. Кого пускаю, кого не пускаю. Нам звонят, к вам обращаются, говорите, пожалуйста. Да, да, мы вас слышим. Господа, я, добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения за некоторые сбив, так сказать, в направлении темы, Но, коль скоро вы затронули имя мэра Одессы, а он имеет прямое отношение, скажем, к такому хорошему, в общем-то, действу, как благоустройство трассы здоровья, то я вчера прошелся по ней и пришел просто в состояние ужаса вечером. Потому что я на нее попал, мне уже было деваться некуда. Она вся без света. Вся. То есть, как в худшие времена, какие я даже не буду вспоминать. Я просто это сказал вам. Если Геннадий Леонидович этот вопрос интересует, то сообщите ему, что он неплохо был. Это от Дельфина до Аркадия. Спасибо большое. Да, я мог бы ответить. Еще нет. Да, вот как раз я здесь не буду ругать, скажем так, потому что, ну нельзя же все время ругать, да, но вот трасса с дороги. Ну похвалите уже. Да, ну я вот видел, да, там действительно еще ведутся работы, я видел, что там тянутся кабеля, вот, да, это разрыто-вырыто траншея, насколько я понимаю, это закончится. Но я просто, и дорожки выложены плиткой тротуарной, то есть работы сделаны, и в общем-то, но печаль и другое. Вот, допустим, как раз по поводу все-таки берега укрепления. В районе Дельфина, вот эти вот, особенно вот эти вот пляжи, которые, там достаточно серьезный уклон, строй гидравлики, пляж и так далее, после этого шторма оно вымыло фактически весь пляж до опорной стенки. Дельфин, его площадь уменьшилась фактически в три раза. Я понимаю, что просто пляжа нет, просто нет пляжа. Во-первых, во-вторых, трасса здоровья в этом месте, она ползет. И я так понимаю, что хотя и опорная стенка достаточно серьезная, но трасса ползет, и необходимо принимать какие-то, ну, комплексные решения для того, чтобы, во-первых, этот пляж восстановить хотя бы как-то, вот, а во-вторых... Я знаю, что Юрий Дмитриевич скажет, он сам восстановится. Да, во-первых, а во-вторых, эта подпорная стенка, она выглядит просто ужасно. Эти буны, они выглядят ужасно, они рассыпаются. И я постоянно ныряю как раз в этих местах, ну, вообще везде. И я вижу, какие промоины образовались под этими бунами, они попроседают в конце концов. То есть под них можно уже подныривать двух-трехметровой глубины промоины. Вот такое развлечение. Я вожу друзей, мы ныряем под ними. Вот. А какой буни речь? Это буна идет, это буна, которая, пляж, вот Кабель, там, где Утесов сейчас. Вот эта буна, под ней такая промоина большая. Ну, это отрада. Да, отрада. Нет, это дельфин, фактически. Ну, ладно. Утесов, вы имеете в виду там, где... Там, где ресторан Утесов, там, где старый пляж, Кабель не бросать было написано еще в 90-е. В начале 90-х. Это съезд... Ну, там вообще лишняя буна, даже если полностью разводят, она... Это съезд от института Филатова, насколько я понимаю. Да, примерно, да? Ну, да, да, да. Да, но и тем не менее, были, штормы были сильные. И этот пляж, он все-таки был. Вот пляж, я говорю... Вот мы будем говорить сейчас до утра. До утра. Я согласен. Потому что вы говорите о природе, с которой мы, судя по всему, еще не научились, насколько я понимаю, не то что бороться, а приспосабливаться к ней. Давно научились, не слушаю тех, кто знает. Да просто не надо... Или не слушали тех, кто знает. Так вот, может быть, создается какая-то группа людей, которая будет этим заниматься профессионально, которая создаст некий план, назовите его генеральный, а полугенеральный. Это не имеет значения застройки побережья. Цивилизованные застройки, с учетом интересов каждого застройщика, будем так говорить, да? Чтобы там были и отдыхающих, и чтобы там были действительно некие островки развлечений, островки пляжей, островки спорта. И парковая зона, чтобы была. И парковая зона. Хотя парковая зона, если честно, я скажу, уже у нас мало времени, но я скажу честно, совершенно, как Одессит, проживший в этом городе, вот уже в этом году седьмой десяток закончится. Я хочу сказать, что ситуация с парковой зоной на берегу меня никогда не воодушевляла. Потому что эти маленькие деревца, которые там растут, ну я имею в виду не внизу, а на склонах, я имел счастье их видеть в том же виде в своем детстве. Я понимаю, что они служат... Опять, слишком крутые склоны, их озеленить почти невозможно. Невозможно. Они перпендикулярно лучам солнца и выжигают там все. Но в 57-м году, когда произошел оползень на 12-й станции фонтана, ничего лучшего... На 12-й. Между 12-й и 13-й, да. Ничего лучшего, чем просто взять этот склон и засадить деревьями, и тем самым... Это ничего не дает. Ну, конечно, ничего не дает. Деревья, ну это заблуждение. Деревья не способствуют укреплению оползневого склона. А верхний слой вот этот? Верхний слой. Это от поверхностного размыва, но это не оползнев. Правильно, а поверхностный размыв разве не... Но это не оползни. Ну, пусть это будет и розни почвы, это совершенно другой процесс. Если образуются овраги в конечном итоге, они же способствуют сползанию каких-то частей. Я же не говорю о глобальном оползне, что там сползет вся десь. А постановятся ли наши пляжи вот те, которые сегодня смыло? Нет, нет, частично да. Частично да? Частично да. Дело в том, что волнолом, он вообще практически не работает как волнолом и не имеет права называться волнолом. Вы помните, когда-то даже, по-моему, какое-то голландское судно приходило и намывало песок на наши пляжи. Но, по-моему, это не произвело на длительный период. Мало того, голландцы даже создали консорциум, чтобы разобраться в проблемах Одессы. Они поняли, что Одесская берегозащита – это дырявое ведро. И туда грифулировать песок как бы бессмысленно. Но намыли на 43 миллиона тогда. Да, но власти решили, что давайте будем мыть. И намыли на крупную на 43. Да, на 43. Ну, просто речь идет о фракции песка, потому что есть еще такая характеристика. Чем мельче фракция, тем лучше. Тем шире пляжи она создает. Но должны быть соответствующие сооружения. Муны должны быть длиннее. Итак, к этому лету у нас будет трасса здоровья нормальная. До Аркадии, так я понимаю. Да. Да? Да. И за Аркадию тоже. И за Аркадию тоже. Значит, у нас будет нормальная совершенно муниципальные пляжи. Сколько муниципальных пляжей примерно, вы знаете? Я сейчас не готов ответить. Но примерно. Где-то 7 муниципальных пляжей. Это бесплатные пляжи. Будем расширять их площадь. Бесплатные? Ну, песок смыло. А, вы? Ну, конечно. Не, будем расширять это все. Просто это сразу невозможно сделать. Пока идет разработка самой концепции. И в этом году, уже в этом году, будет разработан и, я надеюсь, будет осуществлен проект реконструкции в Аркадии, где мы расширим и создадим песчаный пляж. И будет разрабатываться, будет проект, уже начнутся работы в Черноморке, где будет создано 800 метров пляжа Широкова. Вот, при том, новый вид конструкции. 800 метров в длину, а в ширину 25-30 метров. Ну, там узкий, да. Я могу еще предложение внести, для того, чтобы восстановить площадь после вот этих вот штормов пляжа, чтобы люди могли, все те же, которые отдыхали, привыкли это без денег делать, просто обязать вот эти фирмы, которые предоставляют услуги на побережье за деньги, обязать их выделить там не 30% территории своего пляжа, ну, платного, а 50%. Они и 30, в общем-то, не выдавали, не выделяли, а сейчас-то пляжей меньше стало, их просто посмывало. Я почему-то... Ну, цыплят по осени считают, а площадь пляжей летом. Да, и мне кажется, что это борьба с ветряными мельницами, потому что арендатор, который берет пляж, более того, он стал в этом году меньше, он еще должен больше площадь выделить для бесплатного муниципального действия. Я думаю, что это будет очень сложно, и вряд ли он будет выделять это. Мне просто кажется, что у нас разговор о побережье превращается в бесконечное такое перпетумобили. Мы говорим, 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 говорим. Пока не будет принят план, мне кажется так. В 2002 года в Верховной Раде лежит законопроект о комплексном управлении прибрежной зоны Украины. Он позарез необходим, он есть во всех цивилизованных странах, но Верховная Рада его не пропускает, не принимает. Впервые Одесса слышит об этом. Ну, специалисты знают. Впервые. Ну, понимаете, в узком кругу специалистов, в ожидании этого плана, утверждения с 2002 года... ...тем, кто ворует, покупает землю на берегу. Понимаете? Поэтому они его будут блокировать, пока они в силе. Значит, одесские депутаты, как, наверное, может быть, городского, а может и областного совета, могут выступить с этой инициативой, поднять этот план и настаивать на том, чтобы его Верховный Совет все-таки принял. Да, да. Мы можем говорить долго о берегозащите, можем говорить долго о том, что построили, что не достроили, что будут строить там. Пока мы не... Когда-нибудь, может быть, вы станете инициатором этого, когда-нибудь, на каком-то сайте, то ли города, то ли это будет где-то выставлен план застройки побережья, где будут указаны пляжи, гостиницы, дома отдыха, ночные клубы, дискотеки и тому подобное. И чтобы одесситы увидели, что их хотя бы, ну, в гипотетическом будущем может ожидать, до тех пор мы все будем говорить с вами, говорить и говорить, потому что денег у страны нет. И сегодня мы просто можем констатировать одно, что Одесса не погибает, если честно. Нет. Ну, смотря с какой стороны смотреть. Если смотреть на исторический облик Одессы, Одесса погибает. Одесса погибает, ее уже нет той, какой она была. Имеется в виду... Если погибает, Одесса меняется. Ну, меняется. В чем-то в худшую сторону, в чем-то в лучшую. Вы знаете, смотря с чем сравнивать, если сравнивать с европейскими тенденциями, и смотреть на эти высотки, и на лицо, так сказать, морское лицо Одессы, можно сказать, что она погибает. Банановая республика. Никогда Одесса не... Как вам сказать? Не погибнет. Она не погибнет. Пока будет французский бульвар и Дерибасовская, будет Одесса. Французский бульвар уже есть, да. Французский бульвар, вы знаете, его может и не быть, как мы видим. Нет, но его уже нет практически. Если так, честно. Дерибасовская еще есть. Но он бульваром никогда и не был. Он бульваром никогда не был, это правда, да. Это была дорога. Просто назвали. Это не просто название, это просто не было возможности его расширить так, как хотелось бы. Но по тем временам Зуев, он, в общем-то, и не был одесским, потому что он предполагался как улица для всего градоначальства. Это была улица, просто открытка одесского градоначальства. Это было больше, чем просто городская улица. Это больше, чем тогда предполагалось. Но это и не прогулочная была. Но это был бульвар. Нет, бульваром это никогда не было. Бульвар это термин, который имеет четкие определения. Хорошо, значит, есть прогулочная зона на этой улице. Она же не просто предполагала движение карет и трамвая. Вот то, что мы уже даже перебрали время. Вот то, что вы говорите, европейская Одесса. Я могу только единственное, что сказать. Что, конечно, сегодня, когда с моря подходишь в Одессу, ну, правда, я давно уже не подходил с моря в Одессу, но когда с моря подходишь к Одессе, долго идешь. И только у маяка открывается вид на наш с вами любимый город. Еще в то время, когда звенел колокол на церкви Морвокзал при пароходе судна. Но сегодня, даже не знаю, как выглядит город, а думать об этом, мечтать о том, чтобы это был европейский город, в котором нет такого, ну, что ли, импровизированной застройки. Вот такой вот эмоциональный, который был бы действительно европейским, в котором бы были дороги вдоль моря, дорожки вдоль моря, трасса здоровья вдоль моря. Много зелени. Много зелени. И зелени той, которая действительно растет, а не которая служит тем, что сдержать грунт на высоте одного метра. И все это, судя по всему, огромная работа не только для города, а для структуры, которая, наверное, должна быть создана, мне так кажется. Мораторий на застройку исторической части и определение границ скверов, парков и программы озеленения города. Все это дает, понимаете? Это сделано уже много, не надо об этом забывать. Ну, что сделано? Мораторий на застройку побережья объявлен. Раньше этого не было, за это боролись. Исторической части, мораторий на застройку исторической части. Мы сейчас о береге говорим. Ну, о береге в том числе. Как мы понимаем, французский бульвар – это часть берега, потому что... Спасибо большое. Мы заканчиваем. Борьба продолжается. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.